Друзья, всем добрый день! Смотрите, чем я сегодня занимаюсь. Я готовлю чеснок к посадке. Разобрала его на зубчики. Вот в этой одной кучке 100 штук зубчиков. И в этой миске 100 штук. Миска была в огороде, поэтому она не чистая, но она была сухая. Я подготавливаю просто зубчики к посадке. Сейчас я вам покажу поближе, какие у меня зубчики здесь. Вот какие крупные, хорошие головки. Были большие выросли. У чеснока головки. Вот у меня еще в кастрюле большой остались головки. Будем кушать зимой. А еще, смотрите, еще сколько у меня чеснока. Вот. Здесь уже помельче. Ну, для еды хорошо, для салатов хорошо. Головки не такие крупные, но зубчики хорошие тоже. Готовлю я зубчики к посадке. Я сама думаю, а сколько же мне надо сажать чеснока, чтобы вырастить на следующий год тоже урожай. Вот посчитала. Поэтому я посчитала, что 100 штук вот здесь и 100 штук здесь. Буду сажать в грядку и смотреть, сколько у меня поместится. И вспомнила, когда-то давно у бабушки мы были в Воронежской области. Приезжали на каникулы, приезжали уже, когда свои дети появились. И приезжали, всегда ей порядок наводили в домике, в избушке ее. Я снимала все занавески, все постельное белье снимала, стирала все. Вывешивали в саду, в полисаднике, где росла малина. Там между двух яблоней у нее натянута была веревочка. Вот. А бабушка выходила и спрашивала, сколько штук ты постирала? Вот представляете, сколько штук я постирала. Говорю, бабушка, я даже не знаю, сколько штук, я их не считала. А как можно штуками считать? Носовой платок и под изъяльник, например. А она возьмет, посчитает и мне говорит, ой, ты сегодня много штук настирала. Так и я сегодня много штук нашелушила. Но напишите, сколько вы сажаете чеснока озимого. Летний тоже у меня есть, или как он называется? Летний чеснок-то есть, который без центральной палочки. А, кстати, вот здесь вот я шелушила, у меня на столе еще лежат, лежит шелуха от этого чеснока. Вот она, вот она. И мне подписчица одна или просто зритель написали, что я же сейчас болею, она написала. Нина, возьмите вот эту палочку центральную от чеснока, зажгите ее, немножко погорит, потушите, из нее будет идти дым. Нюхайте этот дым, и у вас быстрее и голова перестанет болеть, и насморк пройдет. Сейчас я обязательно попробую. Спички достану. Спички нашла. У нас никто не курит, поэтому на эти спички тоже проблема. Так. Зажигаю. Ну, гори, гори. Гори, гори, моя свеча. Звезда. Так, горит? Видно? Теперь я должна подуть. И смотрим, когда дым пойдет. Понюхать надо. Ой, какой вонючий. Тяжело, конечно. Ой, как тяжело. Вдыхает в себя этот дым от чеснока. Ну, может быть, он полезен, микробы убивает. Если мне поможет, то я тогда на своих внуках буду опробовать этот метод. Ой, принюхалась, что ли? Не так резко. Не так резко. Ой. Вдыхаю носом. Выдыхаю ртом. Гимнастика стрельниковой, по-моему, тоже так делается. Вдохнуть. И порциями сейчас буду выдыхать. Потухла, представляете? Ну, ребята, второй раз. Дубль два. Пробуем. Та палочка не захотела больше дымиться. Пробую в другую палочку чесночную поджечь. Чеснок сухой, палочки сухие. Кстати, отходы от чеснока, вот эти, шелуху, я положу потом в печку и сожгу. Так. Подую. И выдыхаю этот воздух. О! Новые свойства полезные чеснока узнаю. Спасибо за совет. Буду пробовать. А на улице сегодня с утра был дождь. Сейчас вроде чуть-чуть перестал. Буду искать окно, чтобы посадить чеснок. Вот на этой вот грядке посередине экрана, где петрушка с краю растет. Вот здесь у меня чеснок будет расти. Он говорит, Миша заезжал утром, сказал, что ночью было минус два у нас. А на ведре вода налита, около сарая стоит. Это я курочек пою, там доливаю им воду. И сверху был лед, тонкий, тонкий, но уже лед. Так что, буду искать окно в сегодняшнем дне и посажу чеснок. Ну вот и все. Шелуху я положила в печку. Мы все же поставили стеклянную дверцу на нашу печку. Отделали ее камушками вот такими. Вот. Сейчас покажу наверх. Так, до потолка. До потолка камушки. И Слава сделала такую решеточку на эту нишу, которая над топкой. Из деревянных речек. Вот. Вот так теперь выглядит наша печка. Так, печка у нас вот здесь вот в прихожей. Топка в прихожей. Вот это вот мамина дверь в комнату. А это печка. А стена теплая, если мы будем дровами топить печь, находится у мамы в комнате. Прям у дивана, где она ложится и отдыхает. Вот так теперь выглядит наша печь. Кто-то спрашивал. Помните, я говорила, что заказали стеклянную дверцу. Сделали вот теперь уже все. Вот так, Слава, хорошо выложу вот эти клитки, камушки. Не прямой линии, а с изгибом, напоминающим вазу для цветов, да? Или какую-то часть женского тела. Вот так вот. Можно напротив ставить кресло и любоваться, как горит огонь. Как работает мужчина, мы уже видели. Теперь будем смотреть, как горит огонь зимой. Все бумажные отходы я собираю и кладу в эту печь. И мы их сжигаем. В мусор не относим. Хорошо горят отходы от чеснока. Смотрите. Прелесть. Еще и гудит. Тяга хорошая. Внизу поддувала. Чистить его нужно регулярно. Если топим регулярно, а мы изредка топим. Сжигаем мусор. Решила приготовить картофельный соус с грибами. И мясо немножко здесь есть. Такой обед у нас будет сегодня. К соусу хочу сделать зимний салат. Вот в этой вот кастрюльке керамической буду делать. У меня уже отварная картошка, яйца, колбаска. Вот эти вот огурчики, которые я закрывала в прошлом году. Мелкими кусочками порезанные. Уже для салата готовые. Вот какие огурчики. И зеленый горошек. Тут у меня есть баночка. Так что зимний салат у нас будет сегодня. К обеду. Картошка, яйца. Огурчик. Уже резный. Кто не делал, попробуйте этот рецепт. На канале есть видео. Очень вкусно получается. И не надо резать огурцы. Друзья, на рецепте не настаиваю. Это мой вариант. Это мой сегодняшний салат. Так я захотела. Ингредиенты, которые хочу. И вы, какие хотите, желаете, такие туда и добавляйте. Можно куриную грудку вместо колбасы. Но у меня сегодня есть колбаска вкусная. Открыла горошек. Я всегда пробую горошек. Мне нравится, когда он сладенький, нежный. Он как раз такой и попался. Ну, добавляю сюда. Сейчас пойду в огород схожу. Зеленого лучка сорву. И петрушки еще. И будет полная кастрюля салата. Выбежала в огород. Но дождь идет с утра. Но пока еще без снега. Хотя обещали снег нам. Вот помыла все. Петрушки сорвала. Лучок сорвала. Вот в салат добавлю свежей зелени. Порежу и добавлю. У кого есть еще зелень, надо кушать. И петрушечки добавлю. Вот, друзья, субботняя кастрюля салата. Перемешаю. И можно заправлять. Кто чем хочет. Сметаной, майонезом, маслом. Кто чем хочет. Присолю. Немножко присолю. Хоть огурчики соленые. Горошек тоже. Но присолить нужно. Вот такой у меня сегодня будет обед. Соус картофельный с грибами. Салат вот такой вот. Очень вкусный. Вот вы мне писали по поводу видео, где я готовила помпушки с борщом. Ой, как много комментариев, что неправильный борщ, неправильный борщ. Он должен быть красный. Да никому ничего он не должен. Борщ-то. Никому не должен. Делайте по своему вкусу. Вот я варила вчера борщ. Красный сделала. А мама его есть не стала. Она не любит красный борщ. Поэтому сегодня будет соус кушать. Картофельный. Я прям читаю и удивляюсь. Почему вы учите, как мне готовить в моей собственной кухне. Я просто вам показываю, как я это готовлю. Идею вам даю. Если кто-то не знает, что сегодня приготовить. Приготовьте салат. Я вот так его приготовила. Вы немножко по-другому. Может быть, кто-то с рыбной консервой приготовит салат. И будет вам счастье. Друзья, а еще я продолжаю закрывать компот из яблок. Но уже это не компот. Это просто яблоки. Полная банка яблок. Вот, смотрите. Жидкости здесь будет совсем-совсем мало. Я уже залила один раз кипятком. И постоит немножко. И закрою. Потому что в этом году есть яблоки. На следующий год их не будет. Ну и надо, наверное, уже с вами попрощаться. Потому что работа за работу цепляется. И я могу снимать до самого вечера. А вам это тяжело смотреть. Будьте здоровы, счастливы, благополучны. И пусть у вас все получится. И салат приготовьте в субботу или воскресенье. Суббота.